Я пытаюсь рассказать какую-то историю, а друзья такие, да ладно, да-да-да, хорошо, и переключает мое внимание на что-то другое. Они меня перебивали, не дослушали меня до конца, а в некоторых ситуациях, когда говорили, давай, Дима, жги, у тебя получится, расскажи какую-нибудь классную историю. В этот момент мой мозг полностью выключался, а если даже не выключался, я начинал рассказывать какую-то историю, и все заканчивалось, и вот так вот все и произошло. То есть мои истории были на дне. У меня не было задачи быть потрясающим оратором, не было задачи производить впечатление на огромные аудитории, не было задачи стать каким-то крутым стендапером. Все, что я хотел, это чтобы мои истории люди слушали, чтобы было им интересно, чтобы их это цепляло, чтобы у них также проявлялись эмоции. То есть я столкнулся с проблемой, как рассказывать истории, и я начал копать в этом направлении. И первое, что я начал делать, это наблюдать, почему мои истории никто не слушает до конца. У меня мозг в этом плане хорошо настроен, он умеет искать ошибки. И первая ошибка, которую я у себя нашел, вместо того, чтобы просто замолчать, а потом что-то сказать еще, я в эти паузы добавлял какие-то звуки. Эээ, ну, как бы... Вот это ошибка, ее нужно убирать. Вторая ошибка, это когда я рассказываю истории, я могу похихикать. То есть я знаю, что там будет интересное что-то, я знаю, что эта история цепляет, и она мне нравится, мне смешно. И перед тем, как рассказать это, я начинаю смеяться. И вообще эмоции, которые я проявляю до того, как это сказал, это тоже ошибка. И я записал второй пункт. Эмоции. Я проявляю их раньше, чем произошло это событие. Это спойлер. Еще одна жесткая ошибка, это я не могу подобрать слова, мой мозг не успевает. История, это динамика, она должна быть в определенном темпе. Она может быть медленная, может быть, но в любом случае слова подбираются так, чтобы все успеть. Чтобы собеседник не стух, как говорится, и я понял, что я не успеваю. Мой мозг начинает тупить. И опять же, да, вот эти паузы, я делаю паузу, ээээ, это также говорит о том, что я не знаю, что сказать дальше. И туда же, к этому бы пункту, я еще отнес, что я забываю слова. Я просто их забываю. Вместо сказать слова таракан, я могу подумать, так, что за слово, какое это слово. Была какая-то история с тараканом, но вместо этого почему-то выходит слово слон. Вместо этого слова может выйти какое-то слово автомобиль, что угодно. Может быть, какое-то пошлое слово, мат даже может быть какой-то, может выйти. Это тоже была ошибка, это неправильное рассказывание истории. Еще один пункт, который я тоже за собой заметил, это нет эмоций вообще, нет эмоций. Я говорю что-то собеседнику, и такое ощущение, что я просто хочу сделать так, чтобы он уснул и отдал мне все свои деньги. Да, это самый лучший вариант, просто немножко в транс его вести. Но это ошибка, потому что история, опять же, да, я вам говорил, что это динамика, это эмоции, это должно быть интересно. Конечно, грустные могут быть эмоции, могут быть веселые эмоции, но неважно, суть одна, что это не должно быть однообразно. В тон голоса, оказывается, нужно добавлять разные эмоции. Печаль, злость какая-нибудь, там, победа, радость, счастье, удовольствие. Секс, немножко секса. Может быть, страх, да, страшно, капец, как страшно. Оказывается, нужны эмоции в тоне голоса, в лице, да, мимика лица, это тоже все нужно, и у меня этого не было. Последняя ошибка в рассказывании истории, которая меня просто взорвала, мой мозг, я понял, что это действительно ошибка. Это нет картинки в голове у собеседника. То есть я рассказываю какую-то историю, я передаю информацию, но картинка, общая картинка не создается. Кто-то может, конечно, сказать, Дима, не все визуалы, не все. Потому что кто-то любит слушать ушами, кто-то любит чувствовать телом, не важно, не важно. Суть одна, что картинку можно создать и ушами, то есть человек будет слышать, кто чувствует, он будет чувствовать, кто видит, тот будет видеть. Но в любом случае все мы, в какой-то степени немножко, маленький процент визуала, и картинку нужно создавать в истории. Я понял, это моя главная ошибка, я выписал все эти ошибки, я выписал и понял, Дима, надо что-то менять. И я начал над собой работать, и у меня получилось. После того, как я устранил эти косяки, эти ошибки в рассказывании истории, люди слушали меня. Кто-то смеялся, ему было интересно, кто-то комментировал, добавлял свое. Но самое главное, что я решил, это то, что меня слушали до конца. Людей действительно цепляли мои истории и цепляют до сих пор. Хотите посмотреть, как я шел по этому пути, как я прокачивал словесную импровизацию, плюс истории, вы можете посмотреть на моем канале трансляция «Словесная импровизация» или «Как я заново научился говорить». Посмотрите, только что ссылка появилась. И я думаю, что вы поймете, что этот путь реально пройти вам тоже, если вы захотите. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. А опять же, у меня есть телеграм-канал, можете посмотреть, что там происходит. А там иногда происходит очень много интересного. Мы там общаемся, рассказываем интересные истории, задаем вопросы. В общем, тусовка там есть. Все дружелюбные, мы все любим друг друга. Есть паблик, опять же, можете зайти в мой паблик и посмотреть, что там есть. Там тоже много интересных, клевых, классных, потрясающих ништяков. И на сегодня все. Я желаю вам хорошего настроения и покушайте что-нибудь, пожалуйста. В смысле, зачем? Просто покушайте что-нибудь. Зачем тебе это надо? Ну, иногда можно просто поесть. Вы, может быть, забыли об этом. Возьмите фруктик и кушайте его. И вспоминайте в этот момент. Обо мне. Мои пупсики.